В Шымкенте состоялось заседание рабочей группы по развитию среднего коридора ТНТН. Основной фокус собрания был направлен на обсуждение вопросов по привлечению грузопотоков и повышению эффективности сервиса на маршруте. Также в ходе заседания рабочей группы подведены итоги работы участниками перевозочного процесса по ТНТН за 4 месяца текущего года. За весь прошлый год был отправлен один из контейнерных поездов из Китая в направлении стран ТНТН Европы. На сегодняшний день только за январь месяц мы смогли отправить 10 контейнерных поездов. По итогам мая в общей сложности получалось 72 контейнерных поезда. То есть 7-кратный рост мы наблюдаем. Такой рост обусловлен тем, что мы смогли показать хороший сервис нашим клиентам. Мы утвердили тарифные условия на целый год, 2024 год. А также смогли сохранить скорость доставки контейнерных поездов. На сегодняшний день благодаря тому сервис, которому показывали сияние, другие провинции, как отмечал, это Иу, это возле Шанхая, это Нангинь, это Цзинхуа, Чунсинь, большие провинции заинтересовались данным маршрутом и переориентировали часть своих грузопотоков на маршрут ТНТ. И мы сегодня являемся свидетелями того, что услугами коридора пользуются не только участники ассоциации, но основные потребители грузов, это Европа и на сегодняшний день производители-экспортеры, это Китай. Эту связку мы смогли обеспечить. Это все дополнительно к тем объемам, которые у нас есть из Центральной Азии. В страны Азербайджан, Грузия, Черноморские порты и обратно. В ходе заседания было отмечено, что сроки доставки по ТНТМ от станции Алтынколь до азербайджанского Абширона составляет 9 дней, а от Алтынколя до грузинских потей Батуми – 12 дней.